Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск рубрики «Лёша смотрит». Только что мы вышли из кинотеатра и смотрели фильм «Кингсман. Золотое кольцо». Боевик про секретную службу британских шпионов, разведчиков, секретных агентов. И это уже второй фильм. Потом, помню, на первый «Кингсман» мы пошли случайно, по трейлеру, не ожидая ничего особенного, честно говоря. Какой-то такой боевичок, думали, будет. Оказался очень даже необычный фильм, необычный боевик, смешной и так далее, и так далее. От второго фильма ждали примерно того же, но мне показалось, что он похуже. Хотя, по сравнению со всеми последними боевиками, которые мы смотрели, там и тот же «Телохранитель киллера», и «Малыш на драйве», этот намного веселее, намного динамичнее. Но так как сравниваешь уже с прошлым фильмом, то несколько вопросов. Во-первых, действия фильма переносят в Америку, и там появляется, ну, раз британская служба «Кингсман», то есть «Люди короля», то в Америке у них есть такие службы попротивы «Стейтсман», то есть «Люди Штатов», да, «Люди Штата». Они такие ковбои, находятся в Кентукки с, хотел сказать, с жезлами. Ну, у некоторых есть жезлы, конечно. С хлыстами, в ковбойских шляпах, и вот с такими, ну, с таким типичным закосом под вестерн. Ченнинга Татума привлекли, Холли Берри, в общем, звездный состав. Вернули убитого, извините за спойлер, убитого в первом фильме Колина Фёрта. Его в первом фильме убили выстрелом в глаз, то есть мозги вышибли напрочь. И он все равно тут живой. Так тупо тут объяснено его возвращение, конечно. Но зато, когда он возвращается, он ведет себя своеобразно вот к человеку, которому попали в голову. Это, конечно, нехорошо обыграли. Но в целом все равно фильм такой оставляет... Еще меня, кстати, в «Последних боевиках» очень сильно раздражает то, что я вижу, что там много нарисовано. Вот почему «Безумный Макс» такой классный был последний? Потому что там практически все сделано живую, каскадерами, вот на реальных машинах. Единственное, по-моему, там, что было нарисовано, это буря, которая происходила. В «Кингсмене», по-моему, нарисовано вообще все. И местами виден плохой монтаж, плохое наложение CGI на реальную игру актеров. К сожалению, это не очень... Ну, блин, ну мне бросается в глаза, извините уж. Сюжет, конечно, физика тут и рядом не лежала. То есть там такие события происходят, которые для людей, которые немножко разбираются в физике, прям за голову хватаешься. Ладно, там всякие прикольные гаджеты, да, пускай там зонт, который отбивает пули и при этом с другой стороны показывает видео картинку того, что за этим зонтом происходит. Ну, такого не может быть, но это хотя бы прикольно, да, по задумке. Ну, когда физические законы нарушаются просто на ровном месте ради того, чтобы герои как-то залихватски вышли из ситуации. Ну, опять же, начинает возникать... Просто в первом фильме такого не было. Ну, или, может, я уже такого не помню. Ну, и плюс в первом фильме, опять же, и злодей какой-то поинтереснее был. Он и веселый, и с какой-то идеей своего злодейства. Тут же злодейка в исполнении Джулианы Мур, ну, немножко так притянута за уши, знаете, как будто сценаристы такие сидели и думали, а какая фишка будет у нашего злодея? Давайте она будет помешана на 50-х годах. И вот представьте, ну, это не спойлер, это практически с самого начала показывается, что Джулиан Мур отгрохала себе убежище в Камбодже, где-то в высоких горах, но там построила все в виде кинотеатра американского 50-х, забегаловки американской 50-х, вот в таком виде. Вот представьте себе, это сколько она должна была строителей отправить, да, людей, которые это все делали, и которые бы никому об этом не рассказали, да, типа мы в горах Камбоджи строили вот такую фигню странную. Ну, в общем, ну и сама ее такой злодей, который очень-очень странную цель преследует своими действиями легализовать наркотики внезапно, и почему она этим добила... Она это добила... Как раз то, что нелегализовано приносит кучу бабла. Ну ладно, предположим, она там сумасшедшая, фиг с ней. Ну, все равно, все это как-то так туповато сделано. Тем не менее, из последних боевиков, которые я смотрел, Кинезмен Золотое Кольцо самый вменяемый, хотя, по моему мнению, опять же, проигрывает первой части. И, кстати, есть там заявочка и на третью часть, видимо, она будет дальше. Там, конечно, все кроваво убивают, много таких сексуальных сцен, ну, прям чуть ли, извините, не гениталии показывают. С детьми туда не стоит идти. Но, в принципе, мне фильм понравился. Если вы хотите пойти на боевик в выходные и неплохо провести время, то почему нет? Почему нет? То, что он лучше, чем телохранитель киллера, который набрал кучу сейчас бабла в прокате, просто потому что других фильмов не было. А, лучше, чем, да, Чудо-женщины, точно. Лучше и малыша на драйве. То есть, в некотором смысле, так вот, на уровне Валерьяна и планеты, и города, тысячи планет, если бы еще в Валерьяне сюжет был вменяемый еще более. Хотя, блин, и тут сюжет так себе, прямо скажем. Не буду. Просто разная немножко стилистика. Джентльмены, ковбои. Мне еще немножко не понравилось, что они вот в эту... Пытаются с американской публикой заигрывать, и этих ковбоев сюда привнесли. Но, в целом, я рекомендую на него сходить. Из того, что сейчас идет в кино, неплохой боевик. На этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Смотрите интересное кино. Лешу Халецкого. Продолжение следует...